Бурые медведи, обитающие в природном парке Ергаки, стали чаще грабить туристов. Количество косолапых в тайге увеличилось, и инспекторам заповедника приходится ежедневно патрулировать основные туристические тропы. Спасатели считают, последний чрезвычайный случай нападения медведя на супружескую пару на озере Каравое произошел по вине самих отдыхающих. Тему продолжит моя коллега Ольга Максюшина. Бурые медведи, обитающие в природном парке Ергаки, стали чаще грабить туристов. Количество косолапых в тайге увеличилось. Инспекторам заповедника приходится ежедневно патрулировать основные туристические тропы и рассказывать туристам, как себя вести при встрече с косолапым. Поводом стало ЧП на озере Каравое. У них глубоких сильно ран, глубоких, прям таких серьезных, которые мог бы медведь нанести, у них не было. У них было много ран. То есть он просто вот так их, ну вот как собака играет, катал и покусывал. Заядлая туристка Лада Цуранова, не сдерживая эмоций, рассказывает о последнем чрезвычайном случае, когда медведь напал на супружескую пару. Почему косолапый выбрал палатку именно этих туристов, разобрались позднее. Когда я стала ее разбирать, вещи мы сложили, их рюкзаки, я увидела пакет со сладкими батончиками. Он весь был обмусоленный. Притом, по всей видимости, может, у них было два пакета. Фактус, что по периметру озера я потом через каждые пять метров собирала штук еще десять этих батончиков. То есть он видотащил, ну когда убегал. И то есть на самом деле он полез за батончиками, полез за пищей. На каждой базе в Ергаках специалисты заповедника проводят инструктаж для отдыхающих, как вести себя в лесу. Однако люди продолжают оставлять пищу в палатках. Очевидцы считают, этот случай нападения медведя на людей произошел исключительно по небрежности или незнанию правил поведения в парке. Оставив сладкую приманку для медведя, туристы сами спровоцировали опасную ситуацию. Косолапых пешеходы на тропах встречают практически каждый день. Мария Павлова из Калининграда каждый год приезжает в Ергаке. Признается, такого количества медведей раньше в этих местах не было. По всей видимости, животных прикормили сами люди. Люди не всегда научены, обучены поведению именно в таком месте пребывания. То есть мы привыкли на курорт. Мы пришли, за нами все убрали и ушли. А здесь приходится самим убирать. Не все это знают. Медведь сам боится человека и всегда избегает встреч с ним. Однако привыкает к бродящим по лесу людям. Медведи, привыкшие к пище людей, продолжают приходить на привычные места до тех пор, пока не закончится еда. Или медведь не будет убит. Специалисты советуют, если вы встретились с косолапым, самое главное не паникуйте. Соблюдайте спокойствие и не смотрите медведю в глаза. Убежать от медведя практически невозможно. А вот если он целенаправленно бросился на вашу сторону, то тогда уже как-то надо паниковать. Но в любом случае, даже в этом случае, бежать нельзя. Лучше лезть на землю, закрыть лицо, голову руками и лежать. Тогда он, скорее всего, ну или добежит до вас, может, конечно, покусить, повалять, но до смертельного исхода не дойдет. Сейчас сотрудники парка ежедневно обходят основные туристические маршруты и общаются с путешественниками. Рекомендуют им обязательно регистрироваться на базе, сообщать маршрут похода и время прибытия. А главное помнить о правилах поведения в парке и о том, что здесь, в лесу, люди лишь гости у хозяина тайги. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.